Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, произошла настоящая революция. Дело в том, что компания Яндекс представила свой первый, наш первый российский телевизор. И я уже сейчас предвкушаю эти комментарии от недалеких людей, которые не то что даже возле темы, они вообще не в теме, но тем не менее любят вставлять вот эти свои 5 копеек по типу якобы, да какой российский там продукт, телевизор, смартфон. Это все сделано в Китае и вообще это не русское, а китайское. По их логике можно сказать, что, например, процессоры от компании Apple M1 также китайские, и никакие это не американские и не эпловские процессоры. То же самое дело обстоит с айфонами, ну чего уж тут далеко ходить про процессоры Baikal M, сколько было комментариев таких наподобие как, да какие это российские процессоры, вы вообще знаете, где их производят? Вот такие вот недалекие люди зачастую путают два понятия, это производство и разработка. Производство в основном происходит в Китае, на это есть свои экономические причины. Это нужно знать и я вообще не понимаю, как в 2022 году этого можно не знать и еще делать вид в комментарии, что такие люди вот самые умные, якобы это все производится в Китае и так далее. Ну ладно, мы немножечко отвлеклись. В общем, первый российский телевизор от компании Яндекс будет выпускаться в двух размерах на 43 и 50 дюймов. Разрешение, естественно, 4К. По дизайну, на мой взгляд, пушка, черный красивый корпус, что немаловажно, с маленькими тоненькими рамками. Ну вот только посмотрите на этого красавчика. И серые ножки, расположенные на расстоянии друг от друга. Вот здесь у меня, конечно, вопросы. Я имею телевизор Samsung с подобным расположением ножек. И на 65-й диагонали расстояние между вот этими ножками примерно метр и 10 сантиметров. Если не вешать такую панель на стенку, а ставить, скажем, на тумбу, то тумба нужна, ну, громадных размеров. Поэтому лучше бы, конечно, было, чтобы ножка располагалась по центру, чтобы на любую тумбу данную панель можно было поставить. Но в любом случае минус такой себе, потому что есть всегда выход повесить телевизор на стену с помощью крепления веса. Благо, данная панель это поддерживает. И поддерживается крепление в телевизоре Яндекса веса 200 на 200. Как заявляют в компании, панель данных телевизоров поддерживает контрастное изображение в формате 4К. Это все так реалистично, что можно разглядеть каждую деталь. Одна из интересностей новинки состоит в звуке. А именно, компания Яндекс заявляет, что здесь звук настроен настоящими профессиональными инженерами. Ну и также есть, конечно же, поддержка Dolby Atmos. И я уже затрагивал тему дизайна, и компания Яндекс также отмечает, что дизайн у новинки очень лаконичный. И он не отвлекает от просмотра. Так сказать, ничего лишнего, только вы и ваше любимое кино. Ну а главной фишкой новинки стала, конечно же, жительница данного телевизора. Речь о голосовом помощнике Алисе. И данный телевизор можно встраивать в экосистему Яндекса. И с помощью своего голоса управлять не только всей экосистемой, но и отдельно телевизором. Кстати говоря, управлять телевизором можно через вашу любую колонку от компании Яндекс, внутри которой находится Алиса, либо с помощью пульта. В нем также есть голосовое управление, микрофон. Ну и также компания Яндекс рассказала, что ваш телевизор и вашу колонку можно сопрягать в тандем. И делать некий сценарий. Например, когда вы приходите с улицы, у вас в прихожей висят датчики движения, они срабатывают, и в вашем сценарии, который вы задали ранее, стоит по срабатыванию датчиков движения, например, задвинуть шторы, включить телевизор, фоновую музычку, и пока вы раздеваетесь, моете ручки, вы слушаете приятную вашу любимую музыку. Потом вы ходите из ванны, обращаетесь к Алисе, говорите, чтобы она включила ваш любимый сериал, и она это делает. В общем, мы дожили до того момента, когда вы без помощи рук просто с помощью ваших сценариев или с помощью голоса можете задавать вот такие вот легкие себе сценарии для жизни. Это очень круто и очень отрадно, что компания Яндекс действительно работает в этом направлении, и я вам могу сказать, компания Яндекс далеко продвинулась в данном направлении. Ну и также сама компания отмечает, что можно просто позвать Алису, можно не набирать название по буквам, просто зажмите кнопку на пульте и скажите, что хотите смотреть. Ну, либо у вас есть второй вариант, обратиться к голосовому помощнику и сказать, включи комедию. А также можно вообще отложить пульт в сторону, добавить кнопку, объединить ее в тандем с телевизором и говорить с Алисой. Внутри самого телевизора располагается фирменная оболочка от компании Яндекс. Она чем-то напоминает интерфейс приложения Кинопоиска, но это отдельное приложение, которое также можно загрузить на ваш телевизор. Да и вообще, внутри есть магазин приложений, из которого вы сможете ставить различные приложения. Также можно устанавливать сторонние приложения, можно подключать SSD и HDD диски, с них смотреть кино, клипы и так далее. В общем, здесь все как обычно. Встроенные плееры, отдельные для просмотра в интернете и отдельные для просмотра с HDD диска, например. Ну а сзади у нас располагаются все необходимые на данный момент разъемы. Аж три HDMI 2.0, два USB и выход для проводного интернета. Ну что ж, друзья, вот такого вот красавчика для нас с вами представила компания Яндекс. Я напоминаю вам, что это первый российский смарт-телевизор, внутри которого живет голосовой помощник Алиса. И теперь мы с вами плавненько подходим к тому, ради чего мы с вами и собрались. А когда новинка поступит в продажу и сколько все это будет стоить? Отвечаю на поставленные вопросы. В продаже данные панели поступят с 8 ноября 2022 года. Цена будет стартовать от 30 тысяч рублей. Что думаете вы по поводу данной новинки? Свое мнение отпишите в комментарии к данному видео. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал. На мой Дзен канал. На мой Телеграм канал. И вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся в интернете. Всем пока.